Моё почтение, друзья, коллеги и просто случайные гости на моём канале. В этом ролике сегодня я хотел бы немного озвучить материную часть японского клинкового оружия. А предыстория такова, что какое-то время назад ко мне зашёл человек случайный на страницу, на аккаунт, на мой канал. И обозвал меня русским Ванькой и сказал, что учи материальную часть. Я как бы не обиделся. Дело в том, что ему просто нужно было разобраться, откуда я. В общем, я к русскому Ваньке никакого отношения не имею, потому что я из Украины. Так вот, значит, что есть материальная часть? Есть. Вот, я забегая немного вперёд, хочу напомнить, что в своих роликах я не использую терминологию. Потому что эти слова непонятны многим. Я использую простые человеческие слова, которые понятны даже случайным посетителям на моём канале. Ну, так или иначе. Значит, смотрите. На примере вот этого небольшого клинка я вам попытаюсь немножко приоткрыть вот эту всю пресловутую материальную часть, о которой упоминал этот человек. Значит, смотрите. Общее тело клинка называется Тосин. Разделён он на две части вот этими двумя порожками. Мунэ-мати и хам-мати. Значит, это идёт у нас на Каго. Это уже идёт, то есть на Каго, хвостовик, это уже идёт клинок. Так вот. Длина клинка от крайней точки до порожка у нас называется Нагаса. Как правило, клинки японских мечей имеют прогиб. Они не прямые, они там изогнуты. Так вот. Вот этот прогиб называется Сори. Вот. И вычисляется он, прикладывая линейку вот сюда, вот к этим двум точкам, можно посчитать глубину прогиба вот этого Сори, так сказать. Вот. Потом. Рабочая часть клинка. Это Фукура. Вот она. Идёт она до вот этих двух вершинок. Вот эта одна вершинка у нас называется Митсукадо, а есть Митсугаширо. Вот. Разделена между собой вот этой вот гранью, Йокотэ, так называемой. Сейчас попробую. Вот она, видите, сейчас вот хорошо видно. Вот так вот. Сейчас положу. Вот это у нас идёт Йокотэ. Грань. Вот. Значит, опять же говорю, что Фукура. Вот. Вот эта вот рабочая часть у клинка называется Кисаки. Вот она. Вот их есть основных три типа. Это и Кубик Кисаки, короткий. Переводится как шея кабана. То есть, его высота этого Кисаки равна длиннее. Вот. Как правило, её делают на очень тяжёлых мячах. Вот. Потом идёт Ко Кисаки, Тю Кисаки и О Кисаки. Вот она, О Кисаки. Это очень длинный Кисаки. Вот. Значит, вершина этого Кисаки называется Ко Синоги. Вот она, эта гранька проходит. Я думаю, не лишним будет напомнить, что выделка этих всех граней требует от полировщика особой сноровки. Вот. И продолжается дальше вот это ребро. Называется оно Синоги. Вот. То есть, вот это идёт Ко Синоги, вот это Синоги. А всё вместе это идёт грань Синоги Дзи. Вот она. Вот эта часть этой Синоги называется Каэй. Вот. Вот она, Каэй. Вот. Ну, если я не ошибаюсь и ничего не про Ха. Идёт Ха. Это именно самая заточенная вот эта её часть. Вот. Дальше, если уже рассматривать японский меч, то он у нас имеет три поверхности основных. Вот. Значит, и все они отполированы по-разному. Просто нельзя просто так взять японский меч и всё заполировать в зеркало. Нет. Значит, смотрите. Синоги Дзи у нас идёт зеркальная. Вот. Вот это вот у нас уже дальше идёт Хада. Джихада, вернее. Она идёт такая вот матовая. Ну, если... Я, конечно, не особый математик, конечно, из меня. Но если это в проценты переводить, ну, пускай это будет 80% зеркальности образно. Сам Хамон 70%. Вот. Он более матовый, ещё более матовый, чем вот эта Джихада. Вот. И Кисаки. Он вообще идёт, имеет сатин. Вот. А сатин настолько мягкий, что вот этих вот полос сатиновых, как таковых, не видно. Вот так вот. Потом. Сам Хамон у нас делится на несколько типов. Ну, я сюда попробую вставить вам картинку, потому что перечислять это всё, это реально, ребята, это можно голову сломать себе. Там, по-моему, больше 10 типов Хамонов. Они все имеют разную волнистость. Вот. Ну, скажу так, что он делится на Хамон. Вообще, это всё Якиба считается. Вот. Закалённая часть. И вот эта вот верхняя его часть Хабучий. Вот. Хабучий. И уже под ней идёт Хамон. То есть, если рассмотреть, то здесь идёт тонкая такая вот полоса. Она отделяется вообще от всего. То есть, Хамон, допустим, матовый, она более светлая и уже там идёт чуть-чуть к зеркальности приближенно. Вот. Так, что там дальше у нас? Так, ну и теперь давайте рассмотрим. Я думаю, я всё. Я всё по этому сказал. Тем более, прошу обратить внимание, что вот эта вот часть, просто режущая часть, она имеет больше, по-моему, 12 или 15 названий. Вот, казалось бы, да? Потом, если вот эта часть у нас, все ноги две, она у нас идёт плоская, то вот эти две части, они имеют небольшую выпуклость. Такую линзовидность, я бы даже сказал. Нет смысла их делать, их делать плоскими, потому что клинок получится очень слабый на боковые нагрузки. Поэтому в линзы. Вот. И если вот, допустим, я клинок вот так вот покручу, то, в принципе, эту линзу очень хорошо видно. Вот. И благодаря этому качеству клинок приобретает очень хорошие режущие свойства. Потому что здесь нет никаких дополнительных граней, которые мешали бы резу, а просто линза в ноль идёт. Вот. Есть как бы и плюс, и минус этого всего. Допустим, из минусов то, что если клинок притупляется, заточить его практически нереально самому. Если, допустим, вы не умеете пользоваться абразивными камнями, то это заточить невозможно практически. Вы просто всё исцарапаете напрочь. Возможно, японцы специально так делали для того, чтобы клинки сами не точили, чтобы отдавали полировщику. И у полировщика благодаря этому всегда была работа. Ну, я так понимаю. Вот. Плюс эстетика ещё. Ну, то есть, японцы, нужно уже свыкнуться с тем, что японцы всё всегда усложняли. Вот. Если европейцы всё всегда облегчали, то японцы наоборот. Вот. Даже самая простая работа у них настолько сложно выполнена, что, ну, я говорю, что если вы ни разу этого не делали, можете даже не пытаться. Вот. Теперь хвостовичёк клинка. Значит, смотрите. Вот. Отделяется он от основного типа, от основного тела клинка вот этими двумя порожками. Это хамати и монемати. Вот. Значит, обух клинка называется хитайо. Он, как правило, идёт у нас не плоский, а он имеет небольшую такую вот, как бы это сказать, радиусность. Ну, не знаю, видно. Я думаю, видно. Вот. Потом хамати и монемати. Здесь идёт, должна быть очень чёткая подрезка. Ой, извините, вылез за кадр. Не досмотрел, вылез за кадр. Значит, очень чёткая подрезка должна быть. Вот. Японцы в этом плане очень хороши, потому что я держал в руках настоящий японский меч и видел, насколько чётко там сделано всё. То есть, никаких свалов нет. Так, смотрим дальше. Значит, хитайо. Всё, я уже сказал. Вот. Заканчивается это всё поверхностью. Торец называется накаго дзири. Или накаго сири, или дзири. Вот они из разных типов. Я сюда выложу фотографию, посмотрите. Хвостовик, как правило, покрыт насечкой. Называется это насечкой ясуриме. То есть, есть, как бы, несколько предположений. Ну, эстетическое, само собой, понятно. А практическое применение, ну, возможно, чтобы хвостовик плотнее сидел в рукояти. Я так понимаю. И, а если с эстетической точки зрения смотреть, то японцы делают здесь разную насечку. Вот. То есть, у меня, допустим, простая насечка идёт, косая. Вот. У них же они могут быть разные. То есть, она... И она даже может быть, как бы это сказать, не в комплексе, а, как бы, чередоваться. То есть, косая, прямая, там, ну, вот. То есть, представлять какой-то узор. Вот так вот. И клинок удерживается в рукояти за счёт вот этого отверстия. То есть, сюда вставляется колышек, микуги. Вот. А отверстие называется микуги-ана. Вот. Значит, как правило, подписи на клинках идут на хвостовике. То есть, называются они мэй. То есть, имя клинка. В данном случае здесь... Ой. В данном случае здесь дата изготовления. Это Рейва. Третий год Рейва. Вот он, видите. То есть, вот эти два иероглифа, это эпоха Рейва. Вот. И вот это год. Третий. Вот этот иероглиф обозначает третий год или как-то так. Ну, и мои, собственно, инициалы. Вот. Работал Гайзин. То есть, я. Вот так вот. Так вот я его подписал. Значит, здесь, вот я не знаю, видно или нет. Я попробую вам сейчас показать. Но освещение немножко не позволяет. Здесь есть такая вот область. Это как бы подпись полировщика. Вот. Вот она баки. Они называются Нагаси. Это подпись полировщика. Сейчас попробую вам их показать, если камера. Вот, по-моему, видно их. Вот сейчас видно. И такой же набор полос идет здесь. Ну, и сейчас я не знаю, сможет ли он их увидеть. Камера. Давайте попробуем. Вот, извиняюсь. Давайте посмотрим. Если их увидеть. Значит, не обращаю внимание, что я лапаю его пальцами. Это полулигированная сталь ему все равно. То есть, патины или как-то петенговых пятен не будет. Вот я его просто протру тряпочкой и все. Не знаю. Ну, давайте попробуем их рассмотреть. Это довольно-таки тонкие полоски. И их очень тяжело увидеть. Так вот. Тем более на камеру. Вот. Не знаю. Бликует. Ладно. Попробую сюда фотку сделать. Вот. Вообще переделывать. Ну, время будет. Вот. Займусь. Надеюсь, сниму по этому обзор по полировке более подробный. Потому что я, как бы, снимал часть шлифовки, полировки. Но, как бы, какие-то моменты упускал. То есть, не попадали ни на камеру. Вот. И, ну, в этот раз попытаюсь заснять вот эти вот нюансы. Вот так вот. Потому что, как бы, там и дебу я полировал. Разделял ее на структуру. А они, в принципе, сделаны из одного куска стали. То есть, это был большой подшипник. Вот. И я же проводил эксперимент. О, надо зонная закалка для легированных сталей. Ну, полу-легированных. Вот. Там, где абсолютно другая прокаливаемость. Ну, и поэтому немножко не то получилось, то, что я хотел. Вот. Поэтому есть тут и плюсы свои у этих клинков. Есть минусы. Вот. И один из минусов, это немножко он в красоте проигрывает. В красотах ОМОНа вот этой линии. А плюсы то, что он не будет ржаветь. Так как ржавеют обычные японцы. Ну, то есть, там я же говорю, что как кто-то выразился. Японский меч ржавеет только потому, что ты на него смотришь. Вот так вот. В общем, ладно, ребят. Надеюсь, немножко тему я приоткрыл. Насчет материальной части. Вот. Если кому-то что-то непонятно, или кто-то считает, что этого недостаточно. Есть отличная книжка. Рекомендую к всем это. Значит, Баженов. Экспертиза японского меча. Она свободная в доступе. Можно ее скачать в PDF и наслаждаться чтением. Вот. Это, по-моему, самый обширный материал по этой теме. Поэтому всем рекомендую к чтению. Вот так вот. Ну, а я буду с вами прощаться на сегодня. И желаю всем всего доброго.